МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Накануне в окружной столице установили первый заглубленный контейнер. Россия отмечает День славянской письменности. В этом году большой праздник объединил все города нашей страны. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Иван Никонов. В Рио губернатор Ненинского округа Александр Цибульский принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. В рамках делового завтрака Агентства стратегических инициатив глава региона рассказал о реализации соцпроектов государственного частного партнерства. В качестве примеров Александр Цибульский привел проекты «Красный чом» и «Кочевой детский сад». Также в Рио губернатор Ненинского округа рассказал о проблемах, которые, по его мнению, препятствуют модернизации социальной сферы. Я могу привести маленький пример, с которым я столкнулся, приехав в округ. Построили прекрасную школу в одном из сельских населенных пунктов и могли два месяца открыть, потому что нам сказали, что напольное покрытие не того оттенка цвета. Я клянусь, вот мы два месяца не могли открыть, дети продолжали учиться в разваливающейся деревянной школе, потому что мы меняли линолиум на полу. Мы меняли на худшее качество, но правильного цели. И таких ограничений очень много. Вот эта занормированность всего каждого шага, который вы делали, нам сказали, вот ваши полномочия. Мы сказали, хорошо, с благодарностью их взяли. Мы сказали, а вот теперь список из трехсот пунктов, тех нормативов, которые вы должны соблюдать. Мы говорим, позвольте, мы, может быть, могли бы сделать дешевле и прогрессивнее. Мы говорим, спасибо, мы можем сделать все, что угодно, но вот здесь мы будем справиться. И вот это, мне кажется, основная проблема. Я не буду дальше там отнимать время присутствующих, но мне кажется, очень важно для нас доводить какие-то лучшие практики, защищенные на федеральную контрольную контрольную органу модели, которые мы можем брать как готовые и применять у себя, понимая их. А я уверен, что деньги с помощью наших партнеров, частного государственного партнера, консессиональных смен, мы всегда найдем. В рамках Петербургского международного экономического форума в Рио губернатор Ненинского округа также примет участие в дискуссионных площадках, посвященных арктическому потенциалу и развитию Северного морского пути, созданию умной среды в городах. На площадке ПМФ-2018 Александр Цибульский подпишет соглашение о сотрудничестве с правительством Санкт-Петербурга и правительством Москвы. Также запланировано подписание соглашений между Центральным союзом потребительских обществ Российской Федерации, Администрации Ненинского округа и Ненинским окружным союзом потребительских обществ. Ледоход в столице Ненинского округа может начаться в ближайшие 48 часов. По состоянию на 16 часов 24 мая голова ледохода находится в 10 километрах от Налинмара. Об этом сообщает Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Старая Печора в районе Лабышского и Пылемца полностью очистилась от льда. Наблюдается спад уровня воды. На Печоре ледоход уже прошел в Тошвиске, Хангурее, Каменке, Оксине и Великовисочном. В этих населенных пунктах вода также постепенно убывает. Голова ледохода по реке Большая Печора сейчас в 10-11 километрах выше окружной столицы. На 45-километровом участке от Налинмара до Осколково ледостав с закраинами. Подвижки льда начались в Макарово. На рукаве Малая Печора ледоход развивается в 10 километрах выше деревни Антик. Уровень воды в городецком шаре в районе Налинмара постепенно повышается. И по состоянию на 16 часов 24 мая достиг отметки в 3 метра. Напомним, что согласно прогнозам Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в этом году уровень воды в районе города во время ледохода может достичь 6-метровой отметки. Неблагоприятная отметка при этом составляет 620 сантиметров, а опасная – 670 сантиметров. В Налинмаре полным ходом продолжается подготовка к паводку. Особое внимание по традиции укреплению защитных дамб. Готовность города к стихии взяли на контроль активисты Общероссийского народного фронта. Подробности в репортаже Тимофея Жукова. Общественники обратились к городским властям с просьбой провести работы по восстановлению дамб, сделать подсыпку грунтом заранее, а не в период половодия. В Наринмаре риску подтопления во время весеннего половодия подвергаются сразу несколько жилых микрорайонов. Активисты Общественного народного фронта провели мониторинг антиповодковых дамб, которые и опрос жителей микрорайонов Качгард, Малый Качгард, Совхоз, Сахалин, и выявили те участки, на которых отсутствуют или повреждены те антиповодковые дамбы, которые существуют. Жители данных регионов, данных участков обеспокоены данной ситуацией и обратились в Общественный народный фронт. Большая вода весной для нашего города не редкость, но ее всегда горожане ждут с небольшой тревогой. Мало ли, в зону подтопления могут попасть микрорайоны Качгард, Малый Качгард, Сахалин, Совхоз, Старый аэропорт и поселок Мирный. Все они расположены ниже отметки в 550 сантиметров. В зоне особого внимания ОНФ – Старая бандарка. Мы, как активисты, обеспокоены той ситуацией, что те участки, которые мы озвучиваем, они находятся ниже критической зоны возможного прохождения ледохода. По заверению городских властей, для укрепления насыпей по предотвращению подтоплений в этом году было закуплено мэрией 2000 кубометров песка. В октябре прошлого года была проведена подсыпка в районах Старого аэропорта и переулка Сахалинский, а также по улице 60 лет октября. О готовности города к приходу большой воды представители мэрии доложили на очередном совещании. Проведено обследование противопавок насыпи на территории города, учитывая опыт прошлого года. Приобретено 2000 кубов песка, который будет использоваться при необходимости по заявкам населения и организации. Проверенная комиссионная проверка отсыпки и готовности дамб на дороге на полигон ТБО, объездной дороги района Тубиспансера, СПК Ерфа, Сахалин. Времени для восстановления частично разрушенных дамб остается крайне мало. До момента, когда на Печоре в районе Нарианмара начнется ледоход, остались считанные часы. Стихи ждать не будет. Тимофей Жуков, Леонид Шишелов, Телеканал Север. В Нарианмаре прошли рабочие встречи в Рио губернатора Ненинского округа Александра Цибульского с руководством акционерных обществ «ВИТО» и «Мясопродукты». В ходе встречи руководители предприятий агропромышленного комплекса отчитались об итогах деятельности за 2017 год и представили свои планы на перспективу. В 2017 году по сравнению с 2016 годом выручка акционерного общества «Мясопродукты» снизилась почти на 8,5%. Вместе с тем чистая прибыль предприятия по результатам текущего отчетного периода увеличилась на 61%. Стороны подробно обсудили все направления деятельности общества, по которым отмечен рост или падение показателей. Предметом диалога также стали возможности для развития деятельности акционерного общества. По итогам встречи глава региона отметил потенциал предприятия и поручил руководству «Мясопродуктов» проработать и представить перспективный план развития предприятия. Что касается акционерного общества «ВИТО», в 2017 году выручка предприятия сократилась на 11% по сравнению с 2016 годом и на 31% по сравнению с 2015 годом. Текущие проблемы таковы. Все-таки остается высокой цена закупаемого сырья на сырое молоко. А при наличии высоких цен, значит, мы что? Высокая себестоимость, снижение объемов реализации, снижение конкурентной способности, выигрывание контракта на поставку молочной продукции. Все это присутствует только при наличии высоких цен на сырье. Глава региона поручил разработать и предоставить план финансового оздоровления и экономического развития акционерного общества, в том числе включить в него мероприятия, направленные на улучшение результатов финансово-хозяйственной деятельности. В Наринмаре начинают внедрять современный способ сбора бытового мусора. Первый заглубленный контейнер установлен у дома номер 6 по улице Авиаторов. Как сообщает пресс-служба мэрии Наринмара, средства на покупку 53 заглубленных контейнеров и двух мусоровозов выделила администрация округа. Этим летом планируется установить 30 контейнеров в центральной части города. Заглубляемый мусорный контейнер представляет собой пластиковый бак и крышку. Емкость на 30 сантиметров заглублена в землю на специально подготовленной бетонной площадке. В крышке бака имеются два отверстия для мешков с отходами и крупногабаритного мусора. Все отходы аккумулируются в полиэфирный многоразовый мешок объемом 3 кубометра. Когда емкость наполнится, к мусорной площадке подъезжает мусоровоз. Специальная кранно-мунипуляторная установка позволяет быстро освободить мешок от содержимого с участием всего одного человека. Центр природопользования и охраны окружающей среды совместно с Фондом экологического развития Ненецкого округа проводит экологическую акцию по сбору макулатуры. Всего с апреля активистами собрано уже 10 тонн. Как сообщили в казенном учреждении, с начала открытия навигации вся макулатура будет направлена в Киров и Сыктывкар для дальнейшей переработки и производства различного вида упаковочной и оберточной бумаги. Кроме этого, из сторсырья будет изготовлена пища и типографическая бумага, а также стройматериалы, используемые для теплоизоляции помещений, в частности, экологически чистая строительная вата. К сдаче принимаются практически все бумажные отходы – тетради, картонные упаковки, газетно-журнальный сбор. Чтобы сдать макулатуру, достаточно позвонить в Центр природопользования. По вашей заявке подъедет автомобиль, игрушки сами заберут отходы для доставки на базу, сообщили в учреждении. Подробную информацию можно получить по телефону 402-32. День открытых дверей для потенциальных родителей состоится в Центре содействия семейному устройству «Наш дом» в эту субботу, 26 мая. В прошлом году в рамках Дня открытых дверей дети выступали со сцены, пели, читали стихи, танцевали, демонстрировали свои поделки. Все гости получили консультации относительно процедуры передачи детей-сирот в семью. Формат предстоящего мероприятия будет несколько отличаться от прошлогоднего. Потенциальным родителям расскажут об особенностях воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о психологии общения с ними, а также покажут фильм о детях, которые готовы к жизни в замещающей семье. Встреча потенциальных родителей с детьми состоится после консультации. В этом году в рамках мероприятия впервые состоится конкурс приемных семей «Счастливого мести». Завершить день совместное чайпитие с выпечкой, приготовленной руками воспитанников центра. Как рассказали в профильном департаменте, в Ненецком округе из года в год прослеживается положительная динамика по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в замещающие семьи. Так, по состоянию на 1 мая текущего года в центре «Наш дом» находится 62 ребенка. В прошлом году в аналогичном периоде на содержании в учреждении находились 76 детей. День открытых дверей проводится в учреждении ежегодно. 24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры, он же День святых Кирилла и Мефодия. В этом году большой праздник объединил все города нашей страны. В час дня по московскому времени от Владивостока до Калининграда одновременно начались концерты. Центром торжеств стала Красная площадь, программу которой дополнили прямые включения из Белгорода, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Не остался в стороне и наш Заполярный округ. Все начинается Родина с картинки в твоем букваре, с хороших и медных товарищей, живущих в соседнем дворе. В Дворце культуры Арктика ровно в час дня, как и во всех городах России, зазвучала музыка. В это время, вне зависимости от часового пояса, все города, села, поселки, большие и малые вышли на сцены, чтобы спеть, как в едином хоре, любимые песни, ставшие поистине народными. Это единственный в России, в нашей стране, церковно-государственный праздник. Прежде всего, это дань памяти святым Кириллу и Мефодию, которые в далеком 9 веке создали славянскую азбуку. Сегодня это еще и праздник культуры, традиции, родного слова, книги. День славянской письменности культуры отмечают не только в России, но и других странах. Ведь созданная Кириллом и Мефодием азбука стала основой для письменности на белорусском, болгарском, македонском, сербском и украинских языках. Трудами Кирилла и Мефодия гордятся по всему миру. За вклад святых в культуры Европы Папа Иоанн Павел II в 1980 году объявил их покровителями Старого континента. Этот день традиционно объединяет многие народы, ведь сотни миллионов человек во всем мире пользуются кириллицей. И хотя говорят на разных языках, понимают друг друга без перевода. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Акция «Библия-ночь-2018» вновь соберет гостей окружной столицы. «Библия-ночь» опустится и на сельские библиотеки. Мероприятия пройдут более чем в 30 населенных пунктах округа. В поселках Бугрино, Индиго, Искателей, Красное, в деревнях Верхняя Пеша, Лабужская и других. 25 мая с 18 часов до 23 часов всех читателей и гостей Ненецкой центральной библиотеки имени Печкова ждет увлекательное путешествие в мир слов. Добро пожаловать в страну языкознания. Различные выставки, мастер-классы, а также интеллектуальная игра «Что, где, когда». Сюрпризы будут, приходите, кроме традиционных литературных викторин, книжных выставок, традиционные уже игры «Что, где, когда». Будет и турнир игр северных народов, мастер-классы с использованием японских техник, конкурс чтецов стихотворений Андрея Дементьева. Ну, а совсем-то уже главные секреты я не буду раскрывать. Акция «Библия-ночь» – ежегодное масштабное событие в поддержку чтения. В эту ночь библиотеки, музеи, галереи, книжные магазины, арт-пространство и клубы по всей стране открывают свои двери для посетителей сверхобычного времени работы. Мэрия предлагает городским предпринимателям открыть в окружной столице летнее уличное кафе. По мнению специалистов, точка общепита может разместиться в районе морского порта, как раз там, где предстают пассажирские суда. Пока желающих заняться этим проектом не нашлось, однако новинки в сфере уличных услуг этим летом все же планируются. С подробностями моя коллега Людмила Сидейская. Как только в окружной столице потеплеет, в центре города появятся традиционные уличные развлечения. Уже несколько лет подряд здесь открывают прокат гироскутеров и детских машинок. На Арбате торгуют попкорном и сладкой ватой. В этом году администрация Наринмара предлагает бизнесменам открыть еще и уличное кафе. Предприниматели изъявляли желание организовать именно летнее кафе, но по объективным причинам все-таки мы видим, что таких кафе у нас так ни разу и не было. То есть намерения у предпринимателей были, мы предоставили место. Это в районе городецкого шара, морпорта, но вот, к сожалению, результата пока нет. Речь идет о территории, где причаливают речные суда. В мэрии считают, что это было бы очень удобно для тех, кто встречает или провожает пассажиров. Чтобы открыть летнее кафе в этом районе, по мнению предпринимателя Ильи Кадикина, первым делом надо просчитать поток людей. Я очень давно в морском порту был и насколько бы мне это было интересно. То есть надо смотреть, надо считать, надо, я думаю, даже какое-то, тем более летнее кафе, я думаю, оно будет здесь востребовано. Просто надо с местом посмотреть, которое будет более выгодно. А вот на главной улице окружной столицы появится полноценный парк аттракционов. По словам Ильи Кадикина, всего там будет 7 развлекательных площадок. Будем размещать их в этом году на постоянной основе. У нас, скажем, неформальное открытие, такое техническое открытие будет приурочено к Дню защиты детей 1 июня. А официальное открытие, я думаю, с определенной культурной программой мы планируем на 1 июля. Светлана Рожина со своей маленькой дочкой гуляет по Арбату каждый день. Ребенок может спокойно побегать, покататься на машинках и покормить голубей. Но из развлечений, по мнению женщины, не хватает большой игровой зоны. И не только. По моему мнению, что уличное кафе, оно не совсем будет востребовано и не нужно. Лучше общественные туалеты поставить. Большую площадку детскую, может быть, для детей сделать, чтобы было лет двух-трех. Чтобы там качельки, карусельки, а не так, что по дворам какие-то маленькие, они неинтересные. Где-то в одном месте и очень большое, чтобы родителям было где присесть, детям погулять было где. Кроме того, жители города надеются, что территорию Арбата облагородят и будут всегда содержать в чистоте. Тут, знаете, утром идешь, мы раньше с палками ходили в 6 утра, вот такой тут срать же был, но вообще слов нет. Все перевернуто, все было, цветы выдраны, все. Оно не смотрится, не глядится. Хороших деревьев не хватает, красивых. Вот посадили бы одни березки, с этой стороны ведь садили раньше. Территорию для расположения объектов уже определили. На площади Ленина и Марацей будут аттракционы, а пешеходную зону по улице Смедовича отведут для торговли. На сегодняшний день уже с тремя предпринимателями подписаны необходимые договоры, где обязательно указан тот вид деятельности, которой будут заниматься бизнесмены. Если соблюдать правила, ну понятно, что закон о правах потребителя и Санпины, да, это одно, скажем так, направление, то при организации аттракциона здесь помимо всего этого он должен еще и обеспечить безопасность детей при эксплуатации таких объектов. Поэтому в предмете договора у нас четко разграничено либо это аттракционы, либо это вот объекты торговли. И соответственно требования выставляются соответствующими. На сегодняшний день прием заявок на бесплатное размещение торговых объектов продолжается. Так что у предпринимателей еще есть возможность поучаствовать в создании развлекательного досуга в центре окружной столицы, в том числе и уличного кафе. В воскресенье 27 мая Ненинский округ примет участие в едином дне велопарадов. Начало акции запланировано на 12 часов. Старт велопробега состоится на площади Ленина. Маршрут будет проходить по улицам Ленина, Первомайской, Хатанзейского и Ваучейского. Финишируют участники на площади Маратсей. В рамках велопарада Департамент образования, культуры и спорта и региональный центр молодежной политики проведет конкурс среди участников на определение лучших в номинации «Велостиль» и «Велосемья». Как отмечают организаторы, участников будут оценивать по ряду критериев. Для номинации «Велостиль» значение будет играть оригинальный ярко оформленный велосипед и велосипедист. «Велосемью» выберут по единообразным, оригинальным, отличительным элементам оформления костюмов или велосипедов всех членов семьи. Подведение итогов конкурса и награждение победителей в номинациях состоится по окончании велопарада. К участию в мероприятии приглашаются все желающие обладатели велосипедов. И на этом все. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте. Далее смотрите прогноз погоды.